Всем привет! Сегодня я вашему вниманию предлагаю обзорный видеоролик о финиш-покрытиях фирмы Justnail. Вот они все представлены. Финиш-покрытий очень много, и сейчас я о каждом из них расскажу подробно. Типсы у меня покрыты цветными гелями для удобства, чтобы было видно результат работы, так сказать, глянец финиш-покрытия. Здесь не только глянцевый, есть и матовый финиш. Начнем мы с вот этого финиш-покрытия. Называется Easy Off Top Gel. Это финиш, предназначенный для покрытия ногтей биогелем, гель-лаком. Также можно перекрывать обычный гель. Он подходит очень хорошо для покрытия шелаком, то есть растворяется. Так же, как шелаковый финиш растворяется, растворяется и этот. Единственное различие в том, что этот финиш жиже, консистенция у него более жидкая. Он с липким слоем. Сейчас я вам его продемонстрирую. Более матовую. Покрываем. То, что он жидкий, это даже хорошо, так как не будет создавать дополнительной толщины. Покрытие добавлять. Встягиваем. Хорошо ложится, ровненько. Помещаем в лампу. В ультрафиолетовой лампе просыхает финиш покрытия 2-3 минуты. В лет лампе и в холодных катодах достаточно 1 минуты, чтобы он просох. Пока поверхность сохнет, перейдем к следующему покрытию. Это полигель маткот. Слово мат говорит само за себя. То есть это матирующее финишное покрытие. Подходит оно абсолютно на любую поверхность. Не растворяется. Без липкого слоя. Консистенция у него достаточно вязкая. И цвет такой, как эмульсия. Но почти все финишные покрытия матирующие с таким цветом. Это нормально. Покрываем поверхность. Я выбрала черный цвет. На нем будет очень хорошо видно матирующий эффект. Покрываем. Ложится он хорошо, не растекается. Очень хорошо выравнивается. Очень актуально сейчас матовое покрытие. Многие ищут. Мастера спрашивают. Сохнет оно достаточно быстро. В ультрофиолетовой лампе достаточно полторы минуты. Обещаем, пусть сохнет. В лед лампе от 30 до минуты. В лед лампе в холодных катодах. Так, нам нужно будет снять сейчас липкий слой с первого образца. Думаю, что достаточно уже просох. Снимаем липкость. У этого покрытия, у первого, замечательный глянец. Очень красивый. Он не теряет, ноготочек не будет терять блеск до коррекции. То есть он не царапается, не стирается. Предохраняет от пожелтения ногти. Особенно белый френч. Тоже проблема у многих мастеров. То, что желтеет френч. Это, скорее всего, из-за финиша у многих возникает пожелтение. Первый образец готов. Вот он блеск, его видно. Поверхность идеально ровная. Второй образец достаем. Ну, смотрите. Была поверхность глянцевая, когда я покрывала. То есть сам гель черный, блестящий, глянцевый. Перекрыла его матирующим покрытием. И он стал матовым. Буквально секунд, наверное, 30-40 продержала я его в лампе. Оно сухое. Следующий образец, который я вам продемонстрирую, это финиш покрытия QF2, предназначенное для покрытия гелевых, акриловых ногтей. Не подходит для покрытия мягких гелей, для покрытия гель-лаков, гель-красок мягких, биогелей. Ну, ни в коем случае нельзя такое покрытие использовать на мягких гели. Иначе оно потрескается. А многие мастера знакомы с такими финишами. Когда еще только-только зарождалась вот эта вот деятельность, появлялись финишные покрытия, именно стеклянные, так их чаще всего называют. Сейчас их все меньше и меньше. У нас есть такое покрытие, у него идеальный блеск зеркальный, он без липкого слоя. Наверное, возьмем, ну, пусть будет вот этот цвет. Консистенция достаточно жиденькая. Сейчас вы это все увидите. Все финиши, которые я сегодня вам продемонстрирую, покажу, они никакими запахами посторонними не обладают. Пахнут, можно сказать, приятно. Этот финиш тоже не растекается, ложится достаточно ровно. Помещаем в лампу. Сохнет в лампе, в ультрафиолетовой, 2-3 минуты. В лет лампе не сохнет. В холодных катодах достаточно тоже минуту-полторы продержать. Вот такой финиш. Он не растворяется. Не растворяется также предыдущий вариант, матирующий, я уже говорила. Пока из тех, что я продемонстрировала, растворимым у нас является только Изи-Офф Топ Гель. Следующее финишное покрытие, которое я вам показываю, полигель Топ Гель. Предназначенное для покрытия гель-лаковых поверхностей, для покрытия гелевых ногтей, для покрытия гель-красок. Можно акрил перекрывать, но нежелательно. Лучше по гелю работать этим финишем. Он с липким слоем. По своим характеристикам он похож на самый первый вариант. То есть на вот этот гель, который был самым-самым первым. У него такая же консистенция, жиденькая. Такой же мягкий, такой же красивый зеркальный блеск. Перекрываем площадь. Мягенький. Очень хорошо ложится. Не пузырится. Не пузырится. Тоже очень важно. Гели не пузырятся. Стягиваем. Лег ровно. Помещаем в лампу. Сушим где-то 2-3 минуты в ультрафиолетовой лампе. Минуту-полторы в лет в холодных катодах. Первый образец. Ой, второй. Вот он у нас. Так, по порядку, чтобы понятно было. Второй. Квейф, наверное, еще не просох. Пусть посохнет. В сторону ближе. Ну, вот он. Квейф блестит. Идеально сухая поверхность. Блеск держится достаточно долго. Но ни в коем случае не применять его на мягкие гели. Будут трещины по всей поверхности. Так, следующий образец. Один из моих любимых финишных покрытий. Наш бестселлер. Топ. Хит продаж. Который пользуется большой популярностью. Это полигель Топ Кот. Пузырьки похожи с предыдущим образцом. Но это совершенно два разных геля. Этот гель идеален для покрытия любой, абсолютно любой поверхности. Им можно перекрывать и акрил, и гели, гель лаки, и гель краски, и биогели. Все, что угодно. У него нет липкого слоя. Он без липкости. У него отличный блеск. Он выравнивает поверхность. Его консистенция позволяет выровнять все неровности. В курс-мажорных ситуации бывает очень много у мастеров. Какие-то там непонятные ухабы обнаруживаются в конце работы. Вот этот финиш великолепно справляется с неровностями. Показываю. Набираем на кисть. Вот он, видите, какой густенький. Перекрываем поверхность. Он очень хорошо выравнивается. У него глубокий зеркальный блеск. Такое ощущение, что смотришь в зеркало. Так как он густоват, нужно дать ему немножечко выровняться. Пусть пока выравнивается, я достану образец номер 4. Он подсох. Снимаем липкий слой. Вот видим результат. Тоже очень красиво блестит, переливается. Возвращаемся к нашему пятому образцу. Сохнет в лампе в ультрафиолетовой 2-3 минуты. В лампе в холодных катодах минуту достаточно его продержать. Следующий образец, который я вам продемонстрирую. Тоже наш бестселлер. Знают его уже многие мастера. Многие спрашивают про этот гель. Называется он LED Enamel. Финиш покрытие универсальное. Которое подходит абсолютно для любой поверхности. Даже для обычного лака. То есть если вы просушили лак. Покрыли сухую поверхность. Обязательно подчеркну сухую. Не сырой лак. Сухой лак покрыли финишем. Просушили в лампе. Он будет носиться как гель-лак. Но он не растворяется. И не подходит на шелак. С шелаком он не дрожит. А для всего остального это просто отличный вариант. У него густая консистенция, как вы видите. Которая отлично выравнивает поверхность. Так же, как предыдущий образец. У него очень красивый блеск. Очень хорошо для применять его в дизайне. То есть перекрывать дизайн. Перекрывая поверхность. Он не течет, не растекается, не пузырится. Покрыли. Помещаем в лампу. Пусть сохнет. Предыдущий образец, который я показывала. Он также не растворяется. А полигель, который с липким слоем. Он поддается растворению. Но не растворяется прям вот совсем. Его нужно будет счищать либо палочкой апельсиновой, либо шабером. То есть, ну, растворяется, но не совсем, скажем, хорошо. Как первый образец. Последний, не последний, а предпоследний финиш. Баночку не видно. Очень существует давно это финишное покрытие. Называется Brush on Gel. Предназначенное для покрытия гелевых ногтей. Акрила. Можно перекрывать им акрил. Он жесткий. Не такой жесткий, как QF2. У него консистенция достаточно густая, как вы видите. Он вязкий. Имеет очень красивый блеск. Сохнет в ультрафиолетовой лампе 3 минуты. В лед лампе он не сухнет. В холодных катодах достаточно просушить его минуты-полторы. Он с липким, также с липким слоем. Предыдущие два образца у нас были без липкого слоя. Показываю. Я очень люблю густые финиши. Им приятно работать. Если финиш густой, это не говорит о том, что он ляжет толстым слоем. Его нужно нанести правильно. Все лишнее стянуть обязательно, чтобы нигде не было никаких неровностей, не повисли капли на боках. Наносим и стягиваем лишнее. Если я нанесу густой финиш, любой, не важно, чей производитель будет, какой фирмы гель финишный, полусухой кистью наносить такие гели нельзя. Поверхность будет как будто маслом промазанная. То есть будет собираться финиш островками. Покрыли, она выровнялась. Вся площадь ровная. Ничего нигде не висит на боках. Ни на торце, ни на боках. Все легло очень хорошо. Помещаем в лампу. Он также не растворяется. Он нерастворимый. Ну и последний образец, который я вам продемонстрирую, это фейри гель. Топ из серии фейри гелей, про который уже у нас были видеоролики, мастер-классы. В серии фейри гелей есть и база. Цветные гели, также топ. Топ отличнейший, просто замечательный, без липкого слоя. Удобство в том, что он в баночке. Многие мастера любят финиши в банках, потому что можно все до последней капли использовать, и на дне ничего не останется. В пузыречках его пока не существует. Средняя консистенция, не жидкий, не густой. Тоже достаточно удобный в работе. Открываем площадь. Вот, что-то у меня тут прилипло. Очень красивый блеск у него. Не царапается, не стирается. Поддается растворению. Вот его плюс. Что этот гель можно растворять. Подходит для мягких гелей. Но можно перекрывать обычные гелевые ногтики, смоделированные обычным гелем. Подходит для покрытия биогеля, гель-лака, гель-лаковых поверхностей. Для дизайна. Выровнялась площадь. Пульмиризуется в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. А в лет лампе достаточно 1 минуты. Сейчас достану предыдущие образцы. Тут еще можно подпечь. Изи Оф Топ Гель. Мат Кот. Кью Эф 2. Как видите, у всех у них прекрасный зеркальный блеск. Полигель Топ Гель. Который был с липким слоем. С липким слоем. С липким слоем. Видите, без липкого слоя. Без липкого слоя. Следующий образец, который Лед Энамал. Без липкого слоя. Далее. Брашон Гель. Брашон Гель. Вот с липким слоем. Очень ровная, красивая поверхность. Снимаем липкость. И смотрим, что у нас получилось. Вот он после сушки. После снятия липкости. Достаточно блестящий. С липким слоем. Ну и последний образец. Ферри Гель сохнет в лампе. Сейчас мы увидим то, что у нас получилось. Я думаю, что данный видеоролик будет полезен мастерам. Тем, которые ищут финиш покрытия. Которые ученики нашего учебного центра, которые не знают, что выбрать. Потому что их очень много. А теперь вы будете знать, какой финиш для чего предназначен. Как его можно использовать. Еще раз повторю. Финиш, которыми нельзя перекрывать мягкие гели. Это QF2. Это Brush On Гель. Их всего два. Остальные финишные покрытия. Шесть. Вот этих. Подходит для мягких гелей. Также для геля. Для гель красок. Для дизайна. Растворимых гелей здесь три. Это Easy. Это PolyGel. И Fairy. Из этих трех очень хорошо растворяется самый первый образец. Вот эти два. Немножко труднее. Подольше нужно подержать их в ремовере. Можно немножко забафить поверхность. Приложить ремовер. Ватный диск с ремовером. Подержать немножко дольше. Он тоже растворится. Последний образец достаю в Fairy. Вот его блеск. Как у него глянется. Ровная поверхность. Ну все. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Продолжение следует...